Здравствуйте, дорогие друзья! Новый урок, все той же недельной главы. Трума. Вы знаете, вот многие люди в течение жизни, ну, в той или иной мере становятся жертвами. В какой-то момент страдают от какого-то неприятностей, бедствий, злоупотреблений, которые вызываются людьми, обстоятельствами, институтами государственными, малыми, над которыми у нас нет контроля. Это жизнь. Мы не в состоянии поставить свою жизнь под контроль. Человек не хозяин своей жизни. Это раньше так рассказывали. Человек, он преодолевает шаг за шагом, поставленным с небу сверху задачу. Вы знаете, вот тот мир, которого мы знали, мир, который был, он уходит. И мы находимся в шаге от рождения нового мира. Идут болезни, идут какие-то изменения. Был когда-то мир до потопа, и вот сейчас будет новый мир. Он полностью меняется, это надо осознать. Мир приближается к финальной стадии, стадии, которая была задумана изначально. Это стадия прихода Машеха. Сейчас изломы меняются судьбы, стран, людей. Очень важно понимать значение слов некоторых мудрецов наших в эти дни, потому что в них скрыты огромные-огромные тайны. Мудрецы говорили, что миром управляет 12-летний мальчик с поцарапанными коленками. Вот такое выражение. И мудрец один рассказывает, что это такое. Встречаю человека, бухгалтера там высшего разряда. Он изливает мне душу, работа напряженная, в конце месяца особенно балансы, монотонные занятия, цифры, цифры. Постоянно занимаешься чьим-то чужим бизнесом, надоело до смерти. Спрашиваю его, есть в Гемаре комментарии к сказанному в книге Коэлит. Там сказано, все сделал он прекрасным в свое время. Это значит, что Всевышний сделал для каждого его ремесло прекрасным, если ты правильно выбрал это ремесло. Если вы недовольны, погрязаете в депрессии, ну попробуйте заняться другой работой. Он качает головой, ну что-то такое, я с юности только это и умею, я получил диплом, работал, устроился, а теперь бросать нет, буду уж мучиться так. Встречаю портного, слышу, профессия постепенно уходит, исчезает, сейчас в наше время костюм шьют очень редкие люди, на фабриках стандартная одежда, дешевле, мир портных заканчивается. Смени профессию, говорю ему. Он смотрит на меня грустными взглядами, говорит, 12 лет я начал работать, подмастерия, сейчас я добился, и вот теперь все черного листа, чистого листа, простите. Нет, не может быть, протяну еще сколько получится. Встречаю религиозного человека, бизнесмена, крупного, достаточно зажиточного. Спрошу его, слушай, ответь мне несколько, ну знаешь, на 4 вопроса честно, можешь ответить? Он говорит, конечно, спрашивай. Первый вопрос, если ты сейчас продашь все, что у тебя есть, а вырученные деньги положишь в банк, сколько ты будешь получать? Ну не знаю, несколько десятков тысяч в день, или в месяц там. Хватит тебе? Ну в общем-то, наверное, да. Вопрос второй, а ты считаешь, что будешь жить вечно? Вопрос раздражающий, но обещал ответить, говорит, нет, конечно. Вопрос третий и четвертый. Знаешь ли ты, что после смерти человека судят первым делом, зато изучал ли он духовность, приближался он к духовности, занимался ли ты этим? И четвертый вопрос, почему бы тебе все не продать и не сесть учиться? Ну и вот прям сейчас, взять и изменить свой путь. Уйти, например, из бизнеса, отключить телефон, уйти от этих головоломных горок, от спадов и подъемов. Как сказал пророк Ирмиягу, каждый опять бросается бежать своей привычной дорогой, как конь на войне. Короче, кто устанавливает будущее человека на ближайшие 70 лет? Неразумный ребенок, подросток вот этот с сбитыми ногами. Он не видит реально ничего, он не хочет ничего менять. Ведь не властвует человек, написанный над своим путем, когда уже выбрал путь. Вот выбрал и идет. Встал на ступени эскалатора и едет. Хазон Иш однажды сказал, как жаль, что решение стать ли рабой, акивой этого поколения находится в руках 14-летнего мальчика. Посмотрите вокруг. Весь мир пересекают все эти эскалаторы дорожками, а в них множество людей. С погасшими глазами, не радующимися жизни. Некоторые спят, некоторые падают. Ну, надо попробовать. Надо попробовать встать, встряхнуться, выбрать правильный подходящий маршрут какой-то. Я знаю, если вы изменитесь, то и мир изменит свое отношение к вам. Так написано в Кавале. Все будет другим, более светлым, более сияющим. Надо попробовать. Написано, а теперь, что было, то было. Отсюда новый счет. Надо попробовать именно на вот этом изломе, когда всем кажется, что мир уходит из-под ног. Попробовать наоборот, еще устойчивее стать на то место, которое, наверное, тебе было предназначено. Еще. Не существует такого понятия, как поражение. Всегда остается шанс. Поверить в поражение, это значит поверить, что есть нечто, не исходящее свыше, не от Бога. Следует знать, что Бог не совершает ошибок. Когда кажется, что дела начинают идти плохо, то это лишь часть того, чтобы они были лучше. Мы всегда приседаем, чтобы прыгнуть еще выше. Брахава, Ацлаха, мы с вами вошли в рожь ходы Шадар. Потрясающие еще два, в этом году два Адара. 60 дней радости. Написано, что 1,60 часть растворяет все. Поэтому мы с вами 60 частями радости можем уничтожить все неприятности. Самое главное, вот сейчас, самый главный код, самый главный пароль удачи в ближайшие два месяца, это радость. Улыбаться. Брахава, Ацлаха.